Чинквитери – это национальный парк в Италии, который отличается живописностью и необычным обустройством. Все тропы, разделяющие между собой пять земель Италии, выполнены вручную, сами поселки находятся над морем, что придает парку особую зрелищность. Название Чинквитери – Синг-Террор, Италия, переводится на русский с итальянского, как пять земель, точнее, это пять рыбацких домиков. Сегодня этот парк находится в списке ЮНЕСКО, так как организация старается беречь это культурное наследие, и уже длительное время Италия влечет сюда туристов, любителей активного отдыха на природе и интересующихся историей. В Чинквитери входят поселения Монтероса, Вернацца, Корнилья, Монорола, Риамаджори. Впервые об этом парке стало известно еще в XI веке, причем первыми в нем возникли Монтероса и Вернацца, все остальные поселения, такие как Корнилья, Монорола и Риамаджори, начали свое появление с XVI века. Из объединения этих небольших поселений и возникло название «пять земель». Парк Чинквитери, Италия. Посещение платных троп ограничено теперь подробнее о каждом городке. Начинают рассказ гиды обычно с Монтероса. Это самый большой, но и самый древний город в Чинквитера. В нем проживает около 1500 итальянцев. Сам город появился в 1056 году. Здесь можно посетить церковь святого Джованни Батисты, она создана еще в XIII-XIV веках, в стилистике готики, на фасаде нанесены узкие черные полосы. Рядом с этой церковью находится часовня Мартиса Таратионис. Ее название переводится, как «Братство смерти и молитвы». Фасад часовни так же, как и церковь, окрашен в полоску. Далее по значимости идет город Вернацца. Это один из маленьких и уютных городов в Чинквитере. Одна из любимых достопримечательностей этого поселения у туристов – церковь святой Маргариты Антиохской. Построенная еще в XIV веке, она имеет высоту в 40 метров и привлекает своей массивностью и красотой, и видом с вершины. Обратите внимание, Вернацца находится на отвесе скалы, поэтому для туристов здесь продумана лестница, по которой придется частенько спускаться и подниматься. Но этот труд вознаграждается превосходными морскими пейзажами. Следующим по значимости местом является местечко Монорола. Чем привлекает туристов она? Здесь хорошо бы оказаться накануне католического Рождества. В это время здесь сооружается большая сцена, на которой будет проиллюстрирован процесс появления Христа и поклонения волхвов. Помимо этого, в Монороле стоит посетить развалины одного из древних бастионов, заехать в деревеньку Гроппа и попробовать вино. С вдохновением полюбоваться образом Мадонны образца 8 века в храме Девы Здоровья. Из Моноролы можно перебраться прямиком в Риамаджоре. Здесь проживают около 1750 жителей. Также можно посмотреть на церковь Святого Иоанна Крестителя, построенную в 1340 году и украшенную фресками. Затем стоит изучить замок Риамаджоре. С его площади можно увидеть прекрасную морскую панораму. Напоследок туристам будет интересно остановиться в Корнилье. Этот город находится буквально на выезде из Чинквитери, но чтобы до него добраться, придется сначала ехать на поезде, потом подняться на 382 ступеньки. Полезно знать, если такие нагрузки туристам не подходят, можно воспользоваться услугами городского автобуса. В этом городе основной изюминкой считается пляж Спягион, на котором можно позагорать и искупаться. Любителям необычного отдыха стоит отправиться на нудистский пляж Гувана Чинква Терри Италия. Рапалла Италия пляжи, достопримечательности исследования троп Чинквитеры, это один из важных пунктов хорошего отдыха. Эти тропы соединяют между собой все города Чинквитеры, но наибольшим спросом у туристов пользуются тропы побережья, так как они позволяют туристам увидеть скалистый морской берег. Для путешествия по этим тропам туристам будет нужна удобная обувь, карта с описанием всех дорог, свободная одежда и хорошая погода. Все тропы различаются по сложности, от самых простых, до профессиональных сложных маршрутов. Популярные у туристов тропы. Лазурная, главный маршрут. Проход здесь стоит 3-5 евро звездочка. Тропа любви, такое романтичное название тропа получила из-за легенды о том, что на скале между Риамаджори и Монорала погибла влюбленная пара. Это популярный маршрут у молодоженов, поэтому на всей длине дороги можно увидеть замочки и ленточки. Кольцо Риамаджори, путь по нему займет около 3 часов, так как она растянулась на 1,5 километра. В Монтеросо стоит посетить мыс Меско, посещаемая часть этой тропы составляет 2,2 километра. Можно пройти еще примерно 4 километра, двигаясь в направлении Клеванта. Интересный маршрут включает в себя 3 пункта, Корнилья-Валастра-Монорола, длительность пешего пути займет 2,5 часа. На этом маршруте стоит обратить внимание на то, что его проще преодолевать не пешком, а на туристическом автобусе. На этой тропе есть лестница в 1200 год ступеней. Риамаджори-Портовинери – один из длинных маршрутов, который составляет 12 километров. Путешествие по нему займет 5 часов туристического времени. Перед походом стоит помнить, что некоторые участки могут закрываться на ремонт. Линьяно-Саббиадора Италия – город на карте. Достопримечательности для многих гостей Чинквитеры, представляет большой интерес Монорольский музей вина. Он посвящен местному вину, которое готовят из произрастающего здесь винограда. В музее вина можно узнать историю этого благородного напитка, продегустировать некоторые сорта вин, спуститься в погреб аграрного товарищества и пройтись по плантациям винограда на заметку. Далее, при переходе в Риамаджори можно заметить развалины старого замка, который был построен для того, чтобы защитить город от нападения сарацинов. Сегодня целый презентабельный вид имеют только две башни. В местечке Монтероса не лишним будет посетить башню Аврора, которая единственной сохранилась от крепости средних веков. Расположена эта башня на перекрестке нового и старого городов, и с нее можно лубоваться замком, тем, что от него осталось увидеть саму деревеньку и, конечно же, море. Здесь же расположен монастырь Капуцинов и церковь Святого Франциска. В церкви стоит обратить внимание на религиозные изображения, принадлежащие кисти итальянских художников. Прогуливаясь по Монтероса, можно увидеть статую Нептуна, восседающего на отвесе скалы с морской раковиной на плечах. Вернаться привлекает туристов своей религиозной энергетикой и соответствующими памятниками, часовнями. Чинквитери – это подходящее место для прогулок на машины или пешком. Ее можно пробежать за один день или наслаждаться всеми красотами целую неделю, загорая на пляжах и купаясь в море. Кому не подходит отдых в Чинквитери – любителям клубного отдыха и ночной жизни. Тем, кто желает совершить длительную прогулку по магазинам, людям, не приемлющим физическую нагрузку. Мест для людей, подходящих под эти пункты, в этой части Италии просто нет, но это ни в коем случае не преуменьшает его достоинств для проведения отпуска. Кому точно понравится отдыхать здесь – любителям активного отдыха, желающим полюбоваться природой, тем, кто любит веяние Средневековья. Совет? Конечно же, во время отпуска в Чинквитери стоит исследовать все туристические тропы и исторические места. Можно пробежаться по сувенирным магазинчикам и купить бутылку местного вина на праздничный стол, стоимость одной бутылки начинается от 15 евро звездочка. Туристам следует иметь в виду, что летняя температура может колебаться в пределах 40 градусов, в зимний период в зависимости от погоды температура меняется от 5 до 20 градусов. Средние температурные показатели воздуха и воды в Чинквитери в течение года по месяцам, январь – 9 градусов, воздух – 13 градусов, вода – февраль – 10 градусов, воздух – 12 градусов, вода – марк – 13 градусов, воздух – 13 градусов, вода – апрель – 17 градусов, воздух – 15 градусов, вода – май – 20 градусов, воздух – 17 градусов, вода – июнь – 23 градуса, воздух – 20 градусов, вода – июль – 27 градусов, воздух – 23 градусов, вода – август – 27 градусов, воздух – 23 градусов, Как можно заметить, максимально тепло в этом районе Италии обычно в июле-августе. То же самое и с температурой воды, поэтому любителям пляжного отдыха следует отправляться сюда именно в это время. Национальный парк «Пять земель», Италия, расположен в регионе Лигурия. Проще всего до Чинквитери ехать из городов Генуи или Специя на скоростном поезде. Конечный пункт этого маршрута Ла Спезия расположен на пути Пиза-Генуя. Обратите внимание, планируя поездку на поезде, лучше оставить себе большой запас времени, потому что поезд могут внезапно отменить или он может опоздать на 60-90 минут. Одновременно, стоит помнить, что Италия – это тот регион, в котором часто вспыхивают общественные волнения. Если лететь в Чинквитери на самолете, можно доехать на машины до аэропорта Милана-Мальпенса за три часа. Чуть быстрее будет ехать до аэропорта Пизы, путь продолжится 92 километра или 1 час и 10 минут на автомобиле. Можно лететь и с аэропорта Генуи, путь составит 94 километра или 1 час и 20 минут. Если предпочтительнее ехать до Чинквитери на машины, то потребуется добираться по шоссе до указателя Ла Спезия, а затем по указателю Лесингтера. В другом варианте, можно ехать по знаку Карродана и далее по направлениям в Леванто и Лесингтера. В случае, когда отпуск выпадает на весну и лето, можно воспользоваться водным транспортом. Каждый день из провинции Специя, города Леричи и порта Венере, выплывают корабли в Моноролу, Реа-Маджоре, Монтероса и Вернаццо. Каждое судно ходит днем, завершая свой маршрут в Монтероса. Можно доехать до Чинквитери и на автобусе. Что нужно знать об автобусных маршрутах, до города Специя нет ни одного прямого пути. Автобусы ходят в одно и то же время каждый день. Цена билета будет зависеть от зоны тарифа. Проезд на поезде займет непродолжительное время, в зависимости, конечно же, от маршрута. Поездка из Специи, до Реа-Маджоре, 7-8 минут за 2 евро и 20 центов звездочка. До Монорола, 11 минут за 2 евро и 20 центов звездочка. До Корнильи, 14 минут. Стоимость поездки составит 2,50 евро звездочка. До Сестри Леванти, 34-64 минуты. За билет нужно будет отдать 4,90 евро звездочка. Если в Чинквитери планируется ехать из Генуи, то длительность маршрутов и стоимость билетов будут выглядеть по-другому. Поездка из Генуи, Реа-Маджоре, 64-125 минут. Стоимость варьируется от 7,10 до 7 евро и 90 центов звездочка за билет. Монорола, 94-122 минуты, один билет обойдется туристу в 7,10-7,90 евро звездочка. Корнилья поездка займет от 77 до 137 минут. Цена билета колеблется от 6,60 до 7,10 евро звездочка. Сестри Леванти, проезд продлится от 34 минут до часа. Билеты стоят 4 евро и 90 центов звездочка на одного пассажира. Внимание, перед поездкой в это место, стоит приобрести специальный билет Чинквитери-карт. В него входит бесплатная поездка на автобусе по всем пяти деревням, бесплатный Wi-Fi на вокзале, бесплатное посещение вокзальных туалетов и скидки на посещение многих музеев Ла-Специи. Кроме того, она включает в себя сумму проезда между Левантой и Ла-Специей. Сегодня эту карту можно приобрести за 7 евро и 50 центов звездочка. Для пожилых людей и семей с детьми предусмотрены скидки. Приобрести ее можно на любом вокзале или через интернет. Чинквитери – самый незабываемый маршрут для отдыха в Италии. Он овивает своих гостей духом средневековья и радует превосходным пляжным отдыхом. Именно эти красоты притягивают сюда сотни и тысячи гостей каждый курортный сезон, почти до самых холодов. Звездочка цены актуальны на сентябрь 2018 года.